Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в группу названием Life is Strange, и сегодня я буду играть в третий эпизод под названием Теория Хаоса. И сегодня в серии я побываю в фургонах Фрэнка, а также отправлюсь в прошлое. Ебать, а я-то думала у меня срач. Но ты ведь не жуткий наркоторговец. У Фрэнка свои тараканы, но он нормальный. Так я думала, пока не увидела, что он носит браслет Рэйчел. Какая шикарная тачка у нашего плохиша. Представь, как было бы круто уехать на ней на побережье. Да, мы бы гнали 200 по шоссе, и ты бы сказала, что я испугаюсь сесть за руль, как сегодня с поцелуем. Хлоя, у нас мало времени, мы должны хоть что-то найти. Знаю. Дай помечтать. Ты пока осматривай трейлер, ну а я по шуршу в компе Фрэнка. Про Фрэнка можно трейлер снимать. Какое жуткое место. Итак. Фрэнк неспроста держит у себя дома полицейский радар. Полицейский радар. Не могу представить Фрэнка и Хлою вместе пьющих и веселящихся. Было бы классно покататься на этой малышке с Хлоей. Я думаю, косточка собаки нравится больше. Помпидо, серьезно, это кличка для пуделя. Так. Шкафчик. О, а вот и что. Отлично, пистолет Хлои. А нужно ли мне его ей возвращать? Блин, ну, я не знаю, отдать револьвер Хлои. В принципе, отдать револьверу Хлои, мне кажется, тоже плохая идея, потому что она может натворить бед. Но, блин, ее оставлять Фрэнку тоже, как бы, револьвер. Чужой револьвер. Не стоит. Ну ладно, давайте отдадим. У меня есть отпадный подарок для тебя. Неужто пакетик убойной травы? О, Макс, ты бесподобна. Спасибо. Вот теперь мне лучше. На твоем месте я бы вернула его Дэвиду. Ага, сейчас. Конечно. Возможно, я пожалею об этом, но я не могу допустить, чтобы Фрэнк кому-то навредил. Так, тут я уже все осмотрел. Так, дальше. Здесь ничего. Бейсбольная бита. Сомневаюсь, что Фрэнк играет в бейсбольной команде, Аркадия Бэй. Грязная посуда — это так по-мужски. Вай-фай — говно. Порнушка по-любому долго качается. Фу! Потрясающе, что у Фрэнка повсюду лежат ножи. Клоя не напугана. Ей это нравится. Конечно же, Фрэнк — сладкоежка. Неплохая аудиосистема. Приятно видеть, что Фрэнк... Фрэнк, наверное, все свои наркоденьги на пакетики тратит. И что это за бизнес? Пакетики. Неплохая аудиосистема. Приятно видеть, что Фрэнк хоть что-то здесь уважает. Стереосистема, пакетики и шоколадный батончик. Вау, что он вытворяет с этим псом? Прекрати! Так, пакетики. Ну как так можно жить? Может, это все попадало, когда он ехал по дороге. Жаль, что у меня нет дешифрующего кольца Фрэнка Пауэрса. В смысле, дешифрующего кольца Фрэнка Пауэрса. Брук, Ка, Кейт, Брук. Не верится, что он надеет на себя ошейник и пушистую маску. Ну ты и дура. Хотя, вряд ли Кейт что-то покупал. Может, это другая Кейт? Он принимает их или продает. Или и то, и то. Паяльник. Неплохая такая зажигалочка. Так, книга. Он теперь в интернете работает? Бизнес в сети для начинающих. Может быть, и в интернет перешел. Ничего таинственного. Так, вентиляционная решетка. С нужными инструментами я легко бы вскрыла эту решетку. Даже мило видеть это фото Фрэнка с песиком. О, тайничок Фрэнка. Так, решетка еле держится. Мне нужно чем-нибудь ее поддеть. Что-то фоткало Фрэнка во всеоружии. Ну все, я тебя игнорирую. Так. О, нож можно взять, кстати. Нож почти так же хорош, как и связка ключей. Так, ну тут надо какие-нибудь инструменты поискать. Может быть, с чем-то можно еще взаимодействовать. Не, ничего, но ладно. О, нож. Я понял. Ну нафиг. Тут ничего нет. Так, давай на место поставим. Мой клинок отворит любые дверцы. Так. Записная книжка какая-то, что ли? О, блин. Рейсел и пес Фрэнка. Даже не знаю, умиляться или беспокоиться. Фрэнк Бэй. Надеюсь, это первое, что ты увидишь утром. Прости меня за прошлую ночь. Я вела себя, как бессередичная сучка. Ведь я все это выместила на тебя. А не и на бедном помпиду. В моей жизни происходит хреновая туча странных вещей. И мне кажется, что я никогда не смогу уехать из Аркадия Бэй. За тебя я должна благодарить Бога. Ты самая лучшая, что у меня тут есть. И я всегда с улыбкой понимаю нас. Воспоминаю нас. А давай просто навсегда уедем отсюда. Я всегда буду любить тебя. Сердечко Ре. Одна радость видеть, как Рэйчел ведет этого зверя. Тут она такая счастливая. Рэйчел и правда тусила с Фрэнком. Я узнаю о Рэйчел больше, чем хочу знать. Хм. Проблемы в раю? Фрэнк. То, что ты вчера творил, ненормально. И не надо винить в этом наркотике. Ты меня до смерти напугал. Я думал, что ты так и не успокоишься. Впервые видела, чтобы ты себя так вел. Это не должно больше повториться. Я лев, а такие, как я, никогда не оглядываются назад. Ты мне не безразличен. Да, и мы в целом так что... Да, и мы в целом. Так что, может, нам стоит сделать небольшой перерыв в наших отношениях? Целую Рэ. Теперь это объясняет, откуда у него браслет Рэйчел. Клоэ не напугана. Ей это нравится. Меня тянет блевать от мысли, что Рэйчел ему позировала. И писала любовные записки. Я просто не могу в это поверить. Она трахалась с ним. Зачем она лгала мне прямо в лицо? Потому что знала твою реакцию. Значит, хреновый из нее подруга, да? Очередной человек, обманувший меня. Всю жизнь меня подводят близкие мне люди. Мой отец погибает, потом ты уезжаешь, мать влюбляется в мудака. Да еще и Рэйчел меня предала. Клоэ, Рэйчел пропала. Никто тебя не предавал. Пиздеж, предатели. Да в пизду вас. Блин, взяли ключи к Франко, выкинули. Надеюсь, у него есть запасные ключи. Он же их там не найдет. На крыше. Хлоя, ты не можешь продолжать винить меня или кого-либо во всех бедах твоей жизни. Это неправильно. Ну а кого тогда? Иначе получается, это моя вина. Да нахер. Так. Повзрослей. Боже, не у тебя одной в Аркадии Пэй есть проблемы. Кейт Марш чуть не... Да, Кейт Марш чуть не совершил самоубийство. Мне очень жаль, ясно? И нет, мне от этого ни капли не легче. Усекла? И кого же ты винишь в первую очередь? Своего ебаного отца, конечно. Ты винишь у Ильяма? Серьезно? Да, виню, конечно. Он открыл ту дверь и покинул меня навсегда. Хлоя, твой отец ушел не по своей воле. Я знаю, Макс. Моя мама правда винит тебя. Она только хотела, чтобы ее забрали с работы. Иногда даже я виню ее. Неправда. Да, Макс, правда. Ты знаешь, каково это ждать своего отца, будучи ребенком, и понять, что он не вернется? Нет. Конечно, нет. Но я была с тобой в тот день. Это был ужасный несчастный случай. Мне от этого не легче. С тех пор, как он умер, моя жизнь стала полным дерьмом. Ты не хочешь слышать это, но ты все еще здесь, живая, со мной. И это не случайно. Ну да. Я не хочу слышать. Хлоя, одной мне с этим не справиться. Мне нужна твоя помощь. И, Рейчел, ты нужна. Я не хочу. Продолжение следует... 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 уж потом будем касаться не спорь шеф-поваром чего мы тут только не творили я помню как мы с клоей рисовали эти клевые рисунки я расскажу хлоя просто обожала мангу клевые волосы так вот почему она покрасила в синий цвет волосы такая классная лениха опять здесь олень что-то нарисовать можно привет дорогая делаем восхитительный завтрак очевидно но подойдет что не знал что тебе нужно да конечно же за тобой приедут теперь у меня есть причина купить мокко где мы вообще находимся почему все белая уж простите леди прошу расти как они так и не отправились в это путешествие продуктового магазина уж слишком тяжелый груз всяких лакомств для нашего пиршества когда-нибудь виде благодарна как я скучаю по нашим ночным посиделкам печеньки и попкорн точнее для оплаты твоего колледжа ключи пожалуйста есть а я ключи нашел можно ему дать ключи не хочет ну и ладно черт где же ключи а я ты меня разоряешь я забыла про это снова этот маяк спасибо тебе папа зато за ту увлекательную поездку к маяку вот этот набросок на тебе на вечную память с любовью хлоя как знал что эта штука мне пригодится почему мои ключи там оказались и даже не вздумайте устраивать блин у него же брелок звуковой чтобы ключи потерял можно их было найти ну блин я не знаю куда ключи можно спрятать он их везде найдет надо надо куда-то спрятать так чтобы он их не услышал помнишь сколько нужно яиц и правда так сколько нужно дожди не 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 так никогда идет не спорщик повара то еще можно спрятать ключи кокет мама туда я расскажу ей так найдет он нет вы не туда попали макс ну же давай без глупостей алло привет дорогая делаем восхитительный завтрак с хлои и макс будем работать в двух китах а что если так наверное за и отмотра ну ладно я расскажу так телефон я могла бы позвонить в кафе джойс и предупредить ее было бы у меня номер а если я отключу телефон то никто не сможет сюда дозвониться так подожди может тут номер джойс есть хотя джойс не поверит на есть это номер двух китов я могу предупредить джойс чего черепашья печень помнишь сколько нужно есть по ситуации и правда не спорь шеф-повар здравствуйте можно мне поговорить с джойс прайс о ее нет на месте черт вы уверены хорошо извините спасибо ты-то у нас повар от бога а давай я просто отключу отключен я расскажу мы семья никогда не делали такие глупые и веселые фото привет дорогая позицию мобильники почему домашний не звонил я сейчас готовлю восхитительный завтрак с хлоей макс мы все будем работать в двух китах что я не знал что тебе нужно было купить продукты ну конечно же заеду теперь у меня есть причина купить мокко скоро буду люблю тебя ну блин здесь он ключи найдет по-любому уж простите леди нужно спасти королеву продуктового магазина уж слишком тяжел груз всяких лакомств для нашего пиршества так не получится ты-то у нас повар от бога так все ключи снесет и правда так дать поищем мусорное ведро да мне кажется он найдет что такое я расскажу о горшок давайте в горшок спрячем хотя нет может землю я думаю в землю она закопает цвета поднимет под землю положит я не рисовал оказывается привет дорогая я сейчас готовлю восхитительный завтрак с хлоей макс мы все будем работать в двух китах что я не знал что тебе нужно было купить продукты ну конечно же заеду теперь у меня есть причина купить мокко скоро буду люблю тебя уж простите леди нужно спасти королеву продуктового магазина уж слишком тяжел груз всяких лакомств для нашего пиршества когда-нибудь ты будешь благодарна за это черт где же мои ключи точнее для оплаты твоего колледжа ключи пожалуйста блин я слишком рано ключи короче бросил черт где же ключи еще один доллар банк ругатель ты меня разоряешь блин у нас нашел куда вообще можно ключи спрятать вопрос вот здесь нужно спрятать ключи туда откуда не будет слышно эту дурацкую пищалку отлично провод короче переразать не буду так только дольше ну сюда не вариант прятать ключи так рисуем рисунок так у а 2 на улице выкинем ключи может он не услышит ключи но были здесь я же помню о дружок совсем забыла тебе о ключи покажитесь ну конечно но никогда больше не куплю ничего от спай гай электроникс а может быть на автобусе остановка ведь совсем недалеко а ведь могу хорошая идея макс автобус это классно приезжают каждые 15 минут да и место тебе и джейс продуктами хватит и это сбережет окружающую среду убедила убедила ну что ж я почапал к автобусной остановке джейс это понравится макс твою мать ты какая-то странная все нормально клоя я такая классная мы классные сина я думал придется естественным путем ждать нашего взросления фотографии меняются потому что мы изменили будущее прошло пять лет за пять лет многое на многое повлияло если мы что-то меняем то что например было вчера то короче мы так сильно не почувствуем изменения а если мы изменим то что не было несколько лет назад то изменение почувствуешь почувствуется очень сильно потому что там идет подцепной реакции ты вообще слышишь нас максин макс а не максин да знаю я прости безумная макс ты же не дуешься правда да блин что такое хочешь ободрать наш куст выкурить трубку мира кажется макс под кайфом она ведет себя как-то странно ты в норме макс я же говорила не стоит братьев цикла но меня же никто не слушал кортни ты вообще никого не хочешь понимать в клуб макс в циклоне он что со стеллой о нет это же полный что еще я изменила дэвид не то что я говорил плохая идея была мне кажется сейчас в чем то есть под подвох ну если мы будем так постоянно менять будущее пытаясь выбрать самое наилучшее подходящее мне кажется это будет прикольно ну самое интересное то что вот с 13 до 18 лет прошло пять лет в течение пяти лет она ничего не помнит что происходило но ведь макс была она как-то двигалась то есть получается это был совершенно другой человек и куда куда вот этот человек пропал после того как его настоящая макс взяла под контроль тело куда вот пропал тот старый человек или кто вот все эти пять лет с 13 до 18 был если это была не макс потому что макс ничего не помнит но она же не могла на автопилоте ходить китов выбросил по ходу на на берег но это мне кажется связано с тем что на время изменилось будущее изменило как-то на берег кстати вроде дом по-другому подождите а там пандус был что ли макс макс колфилд покорилась и этого теперь решила передохнуть здесь мы думали что после большого города ты сюда никогда не вернешься нет я бы никогда не бросил хвою кстати она очень ждала тебя о минуточку хлоя к тебе гости что-то случилось с хлоей потому что как-то камера слишком низко да ну там блин сразу видно было пандус в самом начале там же на фотографии машину подарили она походу в аварию попала блин я же говорил нельзя менять будущее это это плохая идея была менять будущее но если мы сейчас будем всякие в четвертом эпизоде всякие варианты перебирать всевозможные то это будет мне кажется прикольно будем постоянно менять будущее для того что чтобы подобрать самый подходящий оптимальный вариант так ну я же говорю в общем то все из-за того что в общем то как сказать это то что вот хлоя пострадала как-то наверное мне кажется она в автокатастрофу попала все таки потому что ей подарили ключи от машины следовательно она на машине ездила хотя до этого то она тоже могла на пикапе попасть в автокатастрофу но дело в том что мне кажется в общем то дэвид остался жив следовательно в семье хлои уже нету места для дэвида следовательно дэвид то есть возможно то есть получается nei погиб следовательно его рабочего места не освободилось следовательно че человек который после его смерти занял его рабочее место для него нет работы в данной сфере возможно он как раз таки пошел в охрану поэтому дэвид не попал в охрану и поэтому дэвид пошел работать с водителем автобуса следовательно водителю автобуса опять таки не хватило места И, возможно, там что-нибудь случилось, например, он решил ограбить банк, была погоня, и как раз-таки Хлоя попала во время этой погони, и там случилась автокатастрофа, и вот последствия. Ну, или еще какие-нибудь причины. Либо просто тот, кому не хватило работы, ну, то есть бывший водитель автобуса тоже какое-нибудь рабочее место занял, а другой работник, кто работал бы, если бы Вильям погиб, например, поехал и оказался не в том месте, ну, то есть не в том, да, не в том месте, не в нужное время, не в то время, не в нужном месте. И, опять-таки, случилась какая-то автокатастрофа. Все из-за того, что во вселенной появился один лишний человек. Ну, ладно, давайте посмотрим, что мы тут сделали. Вы украли деньги, вы оставили деньги, вы не стали целовать Хлою. Вы встали на сторону Хлои. Вы уберегли собаку Франка от смерти. Ну, я же говорил, нельзя на дорогу кидать, иначе собака погибнет. Пистолет Дэвида у Хлои. Так, интересно, а если получается, если мы... Или у нас при любых обстоятельствах пистолет отнимут? Похоже, даже если бы я стрельнул, у меня бы сорный пистолет отняли. Так, Лиза жива, Лиза умерла. Лиза это, кстати, растение. Вы не стали помогать Уоррну с экзаменом. Вы помогли Уоррну с экзаменом. Блин, помогли, это, получается, исправило оценку. Вы в списке на вечеринке в клубе Циклон. Вы не попали в список приглашенных на вечеринку в клуб Циклон. Вы убрали несколько имен из списка из... Так, я не убрал из списка несколько имен. Вы стерли сообщение полицейского. Да, я сделал это. Просто прикрыл Хлою. Вы помогли Алисе. Ну да. Вы не предупредили бездомную... Не предупредил насчет чего? Вы не сделали фото в прошлом. А как так-то? Вы оставили отметку на камне. Так, ну ладно. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»